Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Честное мнение» студии Вячеслав Боровских и Светлана Ладина. Сегодня волнительный день для многих у одиннадцатиклассников выпускной. Мы поздравляем всех выпускников, родителей, педагогов и предлагаем на ваше рассмотрение следующий вопрос. Помочь или не мешать? Какова должна быть роль родителей в выборе ребенком дальнейшего жизненного пути? В решении вопроса вуз или армия, в выборе учебного заведения и профессии. Поделитесь с нами вашим опытом. Возможно, он кому-то поможет. Ждем ваше «Честное мнение» по телефону 379-6570, код города 343. Пишите нам в ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Вячеслав Владимирович, вам я адресую те же вопросы. Ну да, это непростой вопрос, между прочим. Я только убежден в одном, что помогать нужно обязательно, но только тому, кто в этой помощи нуждается. Потому что бывает часто так, что мы помогаем нашим детям, когда они нас об этом не просят. Очень часто. От них же первые есть у вас. Да. И получается так, что мы им просто надоедаем и сбиваем их с толку. Наша настоящая помощь в этом выборе, вот сегодняшнем выборе, она закладывалась с самого рождения наших детей. Даже, может быть, еще до рождения. Мы их должны были воспитывать. Мы должны были воспитывать в них самостоятельную личность, способную принимать самостоятельное ответственное решение. Вот к моменту окончания школы такая личность должна созреть. И я считаю, что это очень хорошо, когда выпускник школы сам говорит, я хочу стать учителем, я хочу стать, ну пусть, бизнесменом, я хочу стать врачом. И родители, ну просто должны, знаете, так умилиться и решить, ну вот мы свою родительскую функцию выполнили. Ребеночек сам определился. Но так бывает не всегда. Бывает так, что наш ребенок, даже если мы его хорошо воспитывали, он на какой-то момент может растеряться. Особенно сейчас в наше время, когда столько вариантов устройства в жизни, вот что для него будет главным, к чему он будет стремиться, к чему он свою жизнь посвятит. Вот здесь мы можем ему помочь советом. Вот здесь как раз и стоит напомнить нашим детям все то, чему мы их учили, если учили с самого раннего детства. О том, что для них самое главное. Что вообще для человека в жизни самое главное. А дальше решая сам. Вот в этом смысле мне повезло. У меня одна из моих дочек, Маргарита, она меня приятно удивила. Я никогда не настаивал, чтобы мои дети шли по моим стопам, по врачебным. И мне почему-то казалось, что, ну дочки, наверное, не захотят быть врачами. И вот Маргарита, когда она перешла в восьмой класс, она решила, что она будет врачом в восьмом классе. Я думаю, ну передумает. Ничего, пообтешится немножечко. Романтика. Нет. Она закончила гимназию и поступила в нашу медакадемию. Сейчас учится на втором курсе уже, готовится быть детским врачом. Осознанно пошла на педиатра. Ей нравится. И мне нравится у нее над письменным столом на стене написать такая бумажка, на которой красные буквы написано. Я хочу стать хорошим врачом. Замечательно. Для напоминания. Мы к Маргарите будем обращаться. Дорогие друзья, у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день, Вячеслав. Добрый день, Светлана. Здравствуйте, Евгений Александрович. Я бы перефразировал вашу тему. Помочь, не мешая. Помочь, не мешая. Замечательно. Дело в том, что ни в коем случае нельзя вмешиваться выбор человека и ребенка. И тем более навязывать свои родительские неудавшиеся планы. То есть навязывать то, что не удалось родителям самим. То есть как бы продолжение своей темы. Вот самое главное. А многие родители просто в ребенка веют продолжение себя. А ребенок может пойти вообще в другую сторону, по другим путям. Вот это, я считаю, не нужно ни в коем случае делать. Евгений Александрович, а как вы выбирали свою профессию? Родители как-то участвовали в этом? Абсолютно не участвовали. Я сам лично все выбирал. Спасибо вам большое. А можно я скажу про себя? Пожалуйста. Вот не поверите, но я в пятом классе знал, что я буду врачом. Психотерапевтом? Нет, просто врачом. Каким не знал. И я даже не колебался, не сомневался. Я все оставшиеся школьные годы готовился быть врачом. И даже когда у нас тогда в советской школе была профориентация, так называемая, УПК, я упросил директора нашей школы, чтобы меня направили на практику в детскую больницу. Ничего себе у вас были возможности. У нас, я помню, был вариант телефонная станция, секретарь машинистка и что-то еще. А у вас даже вот так. Да, и я проходил практику в инфекционном отделении в детской больнице, видел тяжелых деток, маленьких младенцев, с ними возился. Ну вот у Маргариты Гены сыграли свою роль. Да, наверное. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здрасте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы звоните? Татьяна Васильевна из Перми. Татьяна Васильевна, не мотивируйтесь. Я сирота была всю жизнь, да, можно сказать, с пеленок. И за меня профессию выбрал ангел-хранитель. Он меня так подтолкнул и сказал, иди и подавай документы. И я всю жизнь Бога благодарила. Я проработала художником-колористом. И настолько благодарна Господу за такую профессию. В общем, все, я больше не могу ничего сказать, я очень волнуюсь. Спасибо вам большое. Мы очень рады за вас. Спасибо. Действительно. Что пишут наши зрители? Аня Шалыгина. Считаю, что роль родителей в этих вопросах очень важна. На протяжении жизни родители должны были раскрыть таланты и предпочтения своих детей. Вот то, о чем Вячеслав Владимирович говорил. Должны уже к этому времени понимать, что у их ребенка получается лучше, что ему интереснее. Конечно, если родители жили своей жизнью, и дети просто росли под их присмотром, то они скажут, ну ты сам решай. И ребенок в растерянности не знает, куда податься. Но при этом, если у ребенка имеются разные предпочтения и интересы, родители должны слышать своих детей, что им больше нравится не навязывать свои идеи насильно. От этого очень сложно бывает удержаться. Наверное, многие родители сейчас согласятся. Елена Соколова. Помочь, конечно, надо, но и мешать нельзя. Помогать, направлять, но не заставлять. Мой опыт довольно забавный. Сын поступал в университет, когда ЕГЭ был пробным. Было же счастливое время. Он шел туда, куда хотел. Поскольку там, где он хотел учиться, экзамены сдавать было не надо, я настояла на том, чтобы он попробовал сдать вступительные экзамены по другой специальности. Просто чтобы знать, что такое экзамены. Он получил ту специальность, какую хотел. Правда, в процессе учебы разочаровался в собственном выборе, но закончил университет, получил диплом. Самое забавное, что теперь поступил на заочку, на ту специальность, на которой я его когда-то заставила попробовать сдать экзамен. То есть мама как в воду глядела, но опять была мудра, и только вот настояла на том, чтобы человек попробовал, а выбор сделал сам. И он, причем, к этому и вернулся, получается. Ну да, да. Вы знаете, у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Давайте, пожалуйста, знакомьтесь. Я здесь из Свердловской области звоню. Просто, мне кажется, надо родителям руководствоваться родительской молитвой. Она вот у меня висит на стене. Господь мой, дай мне твои глаза, чтобы видеть образ Божий в моих детях. Дай мне твое сердце, чтобы любить их безусловно. Дай мне твою нежность, чтобы расти их, как цветы. Дай мне твою мудрость, чтобы направлять их в жизненный путь. Дай мне твою силу, чтобы, когда придет время, предоставить им свободу выбора. Аминь. Спасибо. И лучше не скажешь. Да, действительно. Нам написал и выпускник. Его зовут Павел Виноградов. Он выпускник девятого класса. Он пишет, что ему родители помогли в выборе колледжа. То есть, в принципе, помощь дети не отвергают. Вот еще один из вопросов. Армия или ВУЗ? Предположим, молодой человек не добрал баллы на то, чтобы поступить на бюджет. И перед родителями встает несколько вопросов. Первое. Значит, вот все-таки мы оплачиваем его учебу, да, и он учится, чтобы не идти в армию, да, чтобы как-то отсрочить этот светлый миг. Либо еще один вариант. И известны такие случаи, когда родители каким-то незаконным путем освобождают сыночка от армии. Кстати говоря, такие случаи, вот на моей памяти есть как минимум один пример, заканчиваются очень плачевно. То есть, жизнь человека складывается так, что лучше бы он пошел в армию. Светлана, я вам так скажу, вот на примере моих пациентов в реабилитационном центре, 90% ребят, которые находятся у нас на реабилитации, это те, кто откосили от армии. Ну, это очень серьезная статистика. Просто отца. Так что, не дать, не взять. Вот, еще я хочу сказать такую, мне кажется, важную мысль для родителей. Она не моя. Родители не должны бояться того, что дети ошибутся. В своем выборе. В этом нет ничего страшного. Они потом сами поймут, что они ошиблись и научатся исправлять свои ошибки. Человек так устроен, что он становится лучше не линейно поступательно, стремясь к совершенству, а исправляя свои ошибки. Это закон человеческой природы. Поэтому не надо ему противиться. Пусть наш ребенок сам решит, кем он будет. И даже если нам будет очевидно, что он ошибся, пусть он поступит так, как хочет. Ну, это созвучно с мыслью поэсия Святогорца, который говорил, правда, о ситуациях уже конфликтных, что родителям не надо бояться дать отвертку в руки Христу, чтобы он подкрутил те винтики, которые у их детей разболтались, и ослабил те, которые слишком туго затянуты. У нас действительно есть такая болезнь, что мы хотим все сами-сами и Богу меньше доверяем, чем себе, хотя, казалось бы, какие на то основания. Надежда пишет нам на форуме телеканала «Союз». Всем добрый день. Мой старший сын поступил в техникум после девятого класса. Перед этим вместе обсуждали плюсы и минусы учебных заведений, но выбор он сделал сам. К этому возрасту родителями уже заложены все жизненные основы, так что нужно доверять детям и уважать их выбор. Молиться, придать жизнь детей в руки Божии. Я довольна выбором профессии своего сына. Сейчас он учится в университете. Главное, что ему нравится. Надежда, спасибо вам за участие в программе. Вячеслав Владимирович, что еще? Какие еще советы? Может быть, чисто практические. Как остановиться, может быть, когда очень сильно хочется советовать? И как, наоборот, не упустить момент, когда ребенок нуждается в нашем совете, а мы дистанцируемся и говорим, ну, ты давай сам. Вот здесь мы как раз затронули ту область, где никакие технологии не работают, кроме любви. А любовь – это не технология. Это даже и не искусство. Это такое состояние человеческой души, родителя, матери или отца по отношению к своему ребенку, когда мы его очень хорошо чувствуем, мы его видим, мы знаем, что у него внутри, что его сейчас беспокоит. И именно это позволяет нам дать ему правильный совет. Или, наоборот, промолчать, когда очень хочется сказать. Поэтому здесь надо руководствоваться этим. А это надо возгревать всю жизнь. И, кстати, наших деток тоже надо готовить быть родителями, чтобы они потом умели любить своих детей. Именно так. И быть им полезными. И не только родителями. Напоследок, если позволите, пожеланиям выпускникам. Нам вот всем очень хочется, чтобы нас лечил знающий и ответственный врач. И отзывчивый при этом. И нам хочется жить в доме, который построил талантливый и ответственный, опять-таки, архитектор и строители были ему подстать. И нам хочется, чтобы в общественном транспорте нас вез водитель, который знает и соблюдает правила дорожного движения. А если мы сами за рулем, то мы хотим, чтобы инспекторы ГИБДД, которые нам встречаются, были бы справедливыми и грамотными и законопослушными. А армия, которая нас защищает, опять-таки, высокообразованные, отважные, мужественные. Ну и, в общем, понимаете, вот это вот сочетание грамотности и какие-то добрые человеческие качества. Вот нам всего этого очень хочется. Так вот, эти люди не падают с неба и не материализуются из воздуха. Они вырастают из сегодняшних выпускников школы. Может быть, мы когда-нибудь действительно заживем в такой сказке. И, может быть, еще при нашей земной жизни. Очень хотелось бы. Да. Дорогие друзья, спасибо вам за участие в нашей программе. Мы еще раз от души поздравляем всех выпускников, всех их родителей, всех педагогов. Желаем всего самого доброго. И найти волю Божью каждому о самом себе. Детям о себе, родителям о себе и всем вместе. С вами были Вячеслав Муровских, Светлана Ладина и программа «Честное мнение». До сбоку завтра. Увидимся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok